Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика «Времена меняются местами» от автора Ола-ля. Ссылка на фанфик находится в описании под видео. Там же в описании под видео находится ссылка на мой второй канал с озвучками, на мою страницу Boosty, где более 70 фанфиков моей озвучки уже выложены. Также там параллельно озвучиваются три работы, и там же я выхожу в прямые эфиры. В ближайшие 10 дней я буду выходить в прямые эфиры только на Boosty в 21.00 по московскому времени. Так что приходите, будет интересно, к тому же мы там общаемся абсолютно без цензуры. Ну а прямо сейчас у нас глава вторая фанфика «Времена меняются местами». Называется она «Смелый эксперимент» и поехали. Сегодняшний выходной не для всех. Глава Координационного совета, который прекрасно осведомлен, что для спонсируемого им коллектива ученых он хувет. Надо же, норвежские оригиналы, но вполне неплохо. Рассматривают из окон углового кабинета в западном крыле института прекрасный вид на закатное море. Беззвучно передвигаются по дорожкам перед зданием, сидят на лужайке, беседуют на лавочках сотрудники. Разные люди разных национальностей и вер, собравшиеся здесь, чтобы осуществить, наконец, его мечту. И они это сделали? Хувет точно так же замирал перед монитором, когда гибкий корейский парень касался красивым пальцем фиолетового кристаллика. Он готов был сесть в самолет и сорваться, чтобы лично обнять этого гения внимательности. Но сдержался, вспомнив анекдот. Никуда и не поплыву. Мне и отсюда все прекрасно видно. Сдержался он, однако, по другой причине. Ведь он не открывает свою личность. Узнать – замучаешься автографы раздавать. Слишком узнаваемая внешность. Как косметологи не старались, скрыть или исправить ущерб, им это до конца не удалось. Тот неудовлетворенный коллега-психопат, а ведь был такой талантливый парень, где его переклинило, сделал свое дело от всей своей больной души. Шрам по диагонали лица стягивает, не давая нормально улыбаться или подмигивать. Фотографируется Ховет только с рабочей, левой стороны лица. Он не слишком комплексует, но все же некрасиво, но объективно. Хотя некоторые девушки и парни как раз на это небольшое уродство, скажем так, западают и возбуждаются. Этих извращенных любителей, которые текут на его шраму, он старается избегать. Ховет достиг таких высот власти, таких бизнес-объемов, таких высоких строк Форбс, что иногда становится грустно. А дальше-то что? И тут, как рождественский подарок, оказалось, что его деньги могут быть пущены в пока спорный проект по созданию машины времени. Машина времени – любимая книжка детства. Как мгновенно выстрелили праздничными шутихами в памяти мальчишеские грезы. А что, если бы в машине времени, в которых он находил свое пристанище и развлечение? Ну, представьте себе, определить время и посмотреть на сто лет вперед, или вернуться и узнать что-то такое в древней истории, что невозможно найти ни в одной энциклопедии. Или отправиться на два дня вперед и узнать замысел коварного задира, обижавшего его в младших классах. Об этом можно было фантазировать часами, что он, собственно, и делал. Да, машина времени была его любимицей среди несбывшейся мечт. Ха! Какие еще записки Эйнштейна! Сказочки для малышей на ночь фантастика! Ты че, совсем нюх потерял? Это так. Лишь пара фраз его друзей, акул бизнеса, которые он пропускал мимо ушей, улыбаясь тихо и счастливо от предвкушения. Ведь деньги уже перестали быть главным. В его банковских ячейках и оборотах они самовоспроизводятся. Но ощущение приближения чуда, ожидание сбывающейся мечты детства – это то, ради чего стоит жить и смотреть на мир глазами человека, разменявшего седьмой десяток. Внимательно изучив предмет исследования, обновив в оперативке знания и по СТО, и по временно подобным векторам пространства Минковского, мужчина понял. С сегодняшними парадоксами науки и уровнем технологий все может получиться. Ведь может? И получится – да! Эйлон Маск, его приятель-бесстыдник, вон что нафантазировал, и у него все получается. Главное, мечтать нужно обоснованно. Важно ведь начать, ввязаться в драку. Он и ввязался. Благо, что в молодости имел обширнейший опыт драк. Во всех возможных вариациях этого слова. И вот его мечта совсем рядом. Бьющиеся в груди восторженное сердце, здоровое, все проверено. И всего несколько часов до контрольного эксперимента. Все инструкции и действия он знает на зубок. Припозднившийся ученый, чей рабочий день уже закончился, но которым не запретишь заниматься любимым делом, один за другим покидает здание в направлении жилого крыла. Этаж за этажом, начиная с верхнего, обходит свои владения служащие охраны. Институт погружается в темноту. Скоро в здании останутся лишь два освещенных окна. Одно в недосягаемом угловом кабинете, а второе, собственно, в коморке охраны. Подвальные этажи лаборатории с ограниченным доступом находятся вне ведения кого бы то ни было. Они перекрываются автоматически в 22.00, и становятся неприступным бункером. Для всех. Кроме. Лишь один путь может привести на третий подземный этаж, куда после успешного запуска была перемещена машина. Через шахту лифта из личного кабинета главного координатора проекта. И только на его сетчатку и одновременный отпечаток комбинации его пальцев, которую знает лишь он, сработает разблокировка дверей в зал машины времени. Ховет некоторое время уже планировал сегодняшний эксперимент. Ему важно испробовать на собственной шкуре движение по шкале времени. И через час он спустится к машине. А пока он старается успокоить мысли, насмотреться на красоту за окном, ведь никаких гарантий успеха у него нет. Его взгляд привлекает двое молодых людей, идущие по мощенной дорожке к пирсу. Они являют собой какую-то несочетаемую солянку. Один одет и причёсан чрезвычайно модно. Прямо-таки квинтэссенция стиля нью-диско. А второй... Второй... Мгновенный спазм в горле, выбивающий слёзы воспоминаний. Второй парень был словно светлый образ молодости. И счастье. Эти навсегда любимые, струящиеся, скрыто мужественные очертания широких штанины и короткого пиджака, подчёркивающие пластику и одновременно озорную молодую силу. Ох, как же он был счастлив тогда! Кто бы ни был, этот парень, он вызывал в душе воспоминания, которые навсегда запечатлены на картах памяти с грифом «Счастье и любовь». Тогда ему было всего 32 года. И те странные 90-е годы, шестая республика, когда был избран первый гражданский президент и первая корейская волна. Ах, как они тогда гордились своей музыкой и своими чересчур наивными дарамами! А первый мобильник и Самсунг, ого, это же казалось нереальной сказкой! Да, воспоминания о тех временах в сердце каждого корейца, а особенно в его сердце. Ведь именно тогда он, начинающий инженер цифровых технологий, вообще не представлял, куда всё это дело идёт. Но верил точно, что всё сложится. Так, собственно, оно и получилось. Он попал в нужную струю в нужное время. Да вообще он вовремя родился. В самом начале несложно становиться первым. Опять же, если ты на нужном месте. А он был именно там, где три корейские звезды засветились ярко и сверхнова. В 99-м они сделали всех. Молодость, счастье, надежда и любовь. Его любимый был старше на два года. Хён, милый Хён. Который так и не поверил, что любовь друга – это важно, это правильно, это сильно и искренне, до сбитого дыхания даже от простых дружеских объятий. И когда Хён чётко и так больно объяснил, что ни о каких отношениях между ними не может быть даже речи, младший со всей своей неудовлетворённой страстью с головой погрузился в дивный новый мир цифр, потрясая своих работодателей неожиданными и свежими идеями, встроенные и необходимо встраивающимися в реалии конца XX века. Где его Хён сейчас? Ведь ему вообще уже 64, да? Хён с женой въехал в Штаты, убедив себя, что в Корее не сможет добиться успеха. Да, его картины не продавались, галеристы не выстраивались к нему в очередь. Но и оттуда из-за океана не прилетало вестей о семейной паре знаменитых художников-корейцев. А потерялись они, судя по всему, навсегда. Стоп, 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 дорогуша! А ведь всё! Сама суть понятия навсегда может сегодня и закончиться. Если всё пройдёт так, как он придумал, то все навсегда для него перестанут быть такими окончательными. Оп! На тёмном рабочем столе ярко выделяются аккуратно исписанные листы А4 с письмами самому себе. Самому себе из будущего. Один лист в карман, второй остаётся на столе. Самый главный парадокс путешествий во времени он крепко уяснил. Ни в коем случае не встречаться с собой. Никогда. Даже если очень интересно. Даже если... Да, блин, никаких если. Ни при каких условиях. Всё. То есть расчёт должен строиться на том, что его прошлого не будет в кабинете, когда он сейчашней станет в прошлом читать письмо. Но именно оно будет доказательством того, что он смог попасть туда. Два часа назад он выходил из кабинета. Старательно гулял, в очередной раз всё обдумывая и рассматривал прекрасные пейзажи с крыши здания. Вернулся к себе и свалился в кресло, унимая дрожь. Господи, мозги могут разъехаться лишь от этого планирования. Избегать самого себя самим собой. Но, слава Богу, с мозгами у него всегда было всё в порядке. Он сочетал в своём черепе железную логику и ум Творца. Успокоившись, откупорил бутылочку ледниковой воды и сделал несколько щедрых глотков. Так, планирование – одна из его сильных сторон. Всё просчитал. Оставляет на столе телефон, а то испортится ещё. Сворачивает четверо нужный лист и кладёт в карман брюк. Ещё раз проверяет надпись на внутренней стороне предплечья. Зайди в комнату отдыха. Я войду через десять минут. Когда услышишь, что я зашёл, через две минуты выходи. Я сижу в камере и не смотрю на тебя. Уходи из зала и читай записку из кармана. Всё. Фиг сотрёшь этот перманентный маркер. Вперёд. 22.00. Спуск на девять этажей. 22.11. Левый глаз широко открыть к верхнему сканеру. И три пальца. Указательные и средние левые руки. А между ними большой правый. Приложить к нижнему. На раз, два, три. Дверь с приглашающим шипением отъезжает влево. 22.13. Он входит в зал, громко прокашливается и говорит. Я вошёл, рыбка. Так его называла мама. Только она. Ох, какая ты красивая моя девочка. На дисплее он вводит нужные цифры с точной датой и временем. Входит в камеру перемещений. В кресле сворачивается в позе эмбриона, словно капсулируется. Удобно. Ему надо просидеть здесь до старта. Это часть плана. 22.20. Господь всемогущий. Страшно, однако. Словно первый полёт в космос. И как тут по-русски Гагарин набрался смелости? Жестоко. Но до полёта ещё около сорока минут. Есть время осмотреться и расслабиться. В своём кабинете ему нужно оказаться не раньше 22.00, чтобы не столкнуться с собой в собственном лифте. У него будет чуть меньше часа для того, чтобы сделать всё правильно, чтобы он мог сам себе поверить. Ох, смелый парень. А терять почти нечего. Если его размажет красивой кляксой по полям времени, то он, безусловно, ничего об этом не узнает. Но и эту возможность не стоит сбрасывать со счетов. Все указания даны Нубии. Она дама исполнительная. С ней договорено, если шеф не звонит, как обычно, в 9.30 утра на её номер, то она пускает в ход все документы из запечатанного конверта. Никакой цифры, только добрые хрустящие бумаги. Ой, а здешним учёным ведь тоже что-то надо сказать. А если действительно он не выдержит перемещения? Надо же этих физиков предупредить. Вот не подумал. Он встаёт из кресла и, конечно же, находит на столе большой блокнот для записи наблюдений. Аккуратным почерком на английском языке кто-то в нём пишет всякие методичные фразы. А на полях – мелкие рисуночки и небольшие вкрапления родного Хангыля. Наверняка журнал ведёт тот внимательный кореец Ким Тихён, который с длинными пальцами. Хувет так и не увидел парня, благодаря которому процесс пошёл. Ну, если всё срастётся, то познакомится непременно. Координатор проекта, как хулиган, открывает чистый лист в чужом блокноте и быстро пишет на корейском. «Дорогой Ким Тихён, прости, но я без спроса покатаюсь на твоей машинке. Важно! Если ты читаешь эту записку, то вам ни в коем случае нельзя экспериментировать с людьми. Продолжайте с книгами Эйнштейна, с мышами, там, с тараканами. Серьёзно, если я не забрал этот листок, значит, я не вернулся. Понял меня, ваш Хувет?» Рядом с предыдущей записью на руке коротко пишет Тихён. «Чтобы не забыть, в случае удачи, вырвать ненужную записку». Мужчина опять устраивается в кресле, проверяет дату и время, где он очень хотел бы оказаться живой и здоровой. «Всё, пора. 22.58. Пуск. Блин, удача, бро. 23.00. Равно или больше 22.00». «Описать?» Если в нескольких словах, то он почувствовал себя воздухом, или скорее облаком, ну, чем-то газообразным и словно распылённым, однако сохраняющим форму. По времени? Ох, это вне времени. Ощущение своей облачности ещё с ним. Но он же видит свои ноги в брюках, свои руки. Просто раз, и что-то произошло. Совсем немного давит в голове, словно не выспался, не сильнее. Боится себя поздравить. Но ведь одна треть плана удалась, он жив и в своих мозгах. Быстро выходит из камеры перемещения и заходит в комнату отдыха. Для верности закрывается там, а то вдруг... Надпись на руке читает для проформы, потому что всё помнит. Но не повредит перечитать. Особенно вот эта фраза сейчас, когда всё произошло на самом деле, его пугает до космического холода в мозгу. Когда услышишь, что я зашёл, выходи. Я сижу в камере и не смотрю на тебя. Жуть! И тут он действительно слышит, как открывается дверь, и его собственный голос произносит. Я вошёл, рыбка! После чего резко сдавливает всё тело, словно он оказался под толщей воды. Что это? Мистический страх, что через стенку он сам рядом с собой? Или что-то с пространством, которое всё же искривляется? Но сейчас не время об этом думать. Важно, чтобы всё получилось. И тогда путешествия во времени станут реальностью. Всё равно страшно, но нужно выходить. Он выходит и как можно тише, и по самой дальней стене проходит в коридор, не взглянув на себя, который не смотрит на себя, свернувшись калачиком в камере. Есть! Он совершенно целый оказывается у лифта, который ждёт внизу. Всё в порядке, кабинет на месте, на столе записка, содержание которой ему хорошо известно. Четыре раза переписывал своей рукой. Здравствуй, я. Не знаю, что показывают твои часы, так что лучше посмотри на настенный и внимательно следи за временем. Объясняй на тот случай, если вдруг что-нибудь сдвигается в сознании или памяти. Не забудь, когда ты выйдешь из камеры в 22.00, сразу иди в комнату отдыха. И сиди там, пока я не войду, примерно до 22.15. Я сяду в камеру и закроюсь там. Ты проходишь мимо и, блин, даже не смотришь сам на себя. Поднимайся на лифте в кабинет, читай, пиши. Тебе нужно попасть к машине не раньше 23.00 по настенным часам, потому что раньше там ещё буду я. То есть ты прошлый. Ты спустишься, повторив мои действия, и я буду в комнате отдыха. Чтобы мы не застряли в петле и не ходили бесконечно друг за другом, один в камере, другой в кабинете, тебе нужно выставить время 0000, чтобы ты опять оказался на час впереди меня. А я просто проживу этот час, подожду в комнате отдыха, пока ты всё сделаешь, и пойду спать. Сейчас закончу и поставлю подпись, как обычно, когда заканчиваю документы. Ты после моей своей подписи допиши что-нибудь с зелёным карандашом, чтобы я понял, что ты был здесь, и у меня меня. Всё получилось. Удачи тебе. Подпись. По скриптум. Я надеюсь, что я жив. Стараясь ничего не нарушить в положении вещей в своём прошлом, читал же про эффект бабочки. Рассматривает всё то же закатное море, подходит к столу и садится в своё кресло. Задумывается ненадолго и пишет зелёным карандашом. Ты жив. Я жив. У меня получилось. Я слышал, как ты сказал, я вошёл, рыбка. Это было страшно и круто. Мы ж так не договаривались. И я честно не смотрел на тебя, себя, ведь это было ещё страшнее. Сейчас 22.45, мне скоро возвращаться. Подпись. По скриптум. Карандашом неудобно подписываться. Вот теперь он точно знает, что такое дежавю. Абсолютно точно он здесь был час назад. Он это чувствует глазами, ногами, руками. Потирает шею и чуть задевает пальцами шрам. И он делал это час назад. Волосы касаются воротника водолазки. Он чувствовал это час назад. Также он прикладывал пальцы и приближал левый глаз к сканерам. Деживее и представить сложно. Входит в зал машины и само собой говорит. Я вошёл, рыбка, не задумываясь. Но на этом репит надо прервать. Он набирает на дисплее число и время. 0-0-0-0, 0 o'clock. Всё, расходимся. Говорит он тихо и сворачивается в кресле, нажимая на фиолетовый кристалл. Выйдя из камеры, мужчина внимательно прислушивается к себе. Ощущение, будто он не просто не выспался, а беспробудно пил всю ночь. На стенные часы показывают 0-0-2. Действительно пора спать? А как? После такого вообще спится? 9.15 утра. Бодрый, чуть не выспавшийся Тихён тихонько напевает под нос речёвку числа пи, которую он специально для себя придумал, запоминая последовательность до 12-го знака после запятой. Зачем? А просто так. Под своё озорное бормотание 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32. Он спускается на третий подвальный этаж, приветствуя коллег с важным лицом. То, что губы в этот момент напевают песенку, не важно. А глаза-то умные, брови чуть сдвинутые, учёные. Сегодня начало новой рабочей недели, на которую назначены эксперименты с живыми существами. Если тела подопытных животных, среди них тараканы и кольчатые черви, рассаженные по отдельным коробочкам, никак не пострадают в процессе временных перемещений, то следующими будут две белые мышки. Он усаживается за свой стол, где, будучи главным техником, записывает ежедневно какие-то обязательные слова, типа даты, состояния, аппаратуры, планируемые действия и проведённые эксперименты. Подвигает поближе блокнот и роняет свои глаза на стол. Дорогой Ким Тихён, прости, но я без спроса покатаюсь на твоей машинке, если ты читаешь. 9.17 утра. Разбитый, невыспавшийся главный координатор проекта заходит в ванную комнату, дверь в которую ведёт из своего кабинета, и, разрывая рот зевке, заходит в душевую кабину. Вчера не было сил, он вырубился на диване, не раздеваясь. Сейчас у него есть 10 минут перед звонком своей верной помощницы. Он щедро наливает на мочалку гель для душа и собирается максимально стереть свои вчерашние записи на руке и чуть не роняет свои глаза в душевой поддон. Ближе всего к сгибу локтя, под другим углом к остальным заметкам, синим цветом шариковой ручки написано «Тихён». «Да блин, Тихён, как он мог забыть, блин! Ведь парень сейчас прочтёт его записку и поднимет панику». Мужчина голышом выскакивает из ванной и хватает телефон. Лихорадочно набирает номер Нубии и орёт ей. «Детка, умоляю тебя, как можно скорее найди мне номер Ким Тихёна, он главный техник машины. Жду через секунду». «Доброе утро, господи!» «Потом, потом! Этот вопрос существования всего проекта! Скорее!» И сбрасывает, чтобы не мешать искать номер Кима. Через четыре секунды приходит СМС с номером парня. Ещё четыре секунды уходит на попадание пальцами не по тем цифрам, и, наконец, на том конце коммуникационного канала раздаётся низкий, мягкий, испуганный голос. «Алло?» «Тихёна, это ты?» «К чёрту, приличные жесты!» «Да, с кем я?» «Это Хувет!» «Кто?» вскрикивает парень. «Кто слышал, ты прочитал?» «Прочитал, и вы же... Вы написали...» «Забудь всё, парень, забудь! Ты не должен был это читать!» «Но я прочитал!» Чуть начинает приходить себе Тихён. «Ты кому-то об этом сказал? Очень надеется, что нет». «Ещё нет, я сидел в шоке! Ты ещё в шоке?» «Уже нет, вернее, я опять в шоке от того, что с вами говорю!» «Так, так, 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 быстро генерирует решение мужчина!» «Мы сейчас же должны с тобой поговорить немедленно!» «Очень!» «С нажимом, говорит главный!» «Прошу тебя никому не говорить про мою записку!» «Вырви её из журнала и положи в карман!» «Я тебе всё постараюсь объяснить!» «Но ни с кем, слышишь, ни с кем не обсуждай!» «Куда ты сейчас идёшь?» «А куда я иду?» «А, да!» «Ты идёшь к лифтам и поднимаешься на шестой этаж крыла Ф!» «Это самое западное угловое!» «Когда будешь там, позвони мне, я скажу, куда идти!» «Понял вас, господин...» «Замялся главный техник!» «Хувет! Нормальное имя, так и зови!» «Хорошо, господин Хувет!» «Молодец! Жду!» Даже одного шока, пережитого сегодня утром, для Тихёна было бы вполне достаточно. На этом можно было бы остановиться, но второй шок... Он говорил вот этим языком самым главным. И вот этим ухом слушал, что ему надо сделать и куда идти. Он отрывает лист из своего большого блокнота, аккуратно складывает его. Он даже бумажки от шоколадок и конфет складывает аккуратно перед тем, как выбросить. А вот не может, просто скомкать. Пробовал, не получается. И кладёт в карман широких своих брюк. Снимает лабораторный халат, поправляет бежевую водолазку. Господи, боже мой! Ведь это как на приём к английской королеве сходить! Он, не до конца веря в происходящее, направляется к лифтам по дороге, здоровая с коллегами. Координатор и спонсор проекта всё-таки принимает душ, приводит себя в относительный порядок, одевается несколько свободнее, чем обычно для приёма посетителей, и закрывает лицо чёрной многоразовой маской с клапаном. Волосы вместо обычного аккуратного пробора старается разлохматить, чтобы чёлка доходила почти до бровей. А не была зализана гелем назад. Остаётся доволен. Не надо парню знать, с кем он имеет дело. Хотя такие ботаны могут и не знать его в лицо. Они что, Форбс просматривают за утренним кофе? И, скорее всего, не смотрят новости, где его имя или фото мелькают, наверное, через два дня на третий. Так что может и прокатить. О, а вот и звонок телефона. Тихён? Да, господин, я здесь на 6F. Хорошо, тебе нужно попасть в кабинет 682, сразу после оранжереи. Сориентируешься? Не клади трубку. Конечно, я иду, господин. Слышны звуки шагов. Я прохожу оранжерею. Опять шаги. Оранжерея довольно большая. Кабинет 680 и 682. Я на месте. Заходи. Хувет специально встал у окна, чтобы посетитель оказался как можно дальше от него. Открывается дверь и входит молодой высокий кореец. Это ты? Не удерживает искреннего возгласа удивления мужчина. Я? Да, я Ким Тихён. Вы же меня. Тэй мелко кивает и кланяется, переживая третий шок за сегодня, потому что в голосе самого большого его босса звучало... Да. Восхищение. И на сегодня это всё, друзья. Вообще непонятно, кто этот Хувет. хорошо, если, предположим, это Чонгук, то ему уже за 60. Тихён – молодой парень. Понятно, что впереди ей ждёт безумная любовь. И как это всё произойдёт? Блин, вообще ничего не понятно, но офигеть, как интересно. Давайте пообщаемся в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ваши предположения для тех, кто так же, как и я, не читает вперёд. Мне интересно, давайте пофантазируем, что может случиться. А с вами была Маруся. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Совсем скоро встретимся. И пока-пока. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok